На острове в Канадской Арктике ученый-исследователь Дэвид записывает себя во время работы и читает из своей тетради кое-что о жертве и о том, что нужно сделать ради науки. Внезапно мы видим женщину, которая плачет из-за травмы на лбу, и когда ее друг тыкает в него, паразит выходит наружу, но возвращается обратно, прежде чем он сможет его поймать. Далее несколько видео раскрывают текущее состояние мира, глобальное потепление стало опасной угрозой, а экотерроризм стал повседневным явлением. Пандемия также медленно распространяется по миру и ученые полагают, что болезнь пришла изо льда после таяния вечной мерзлоты. Некоторые люди называют природу настоящим террористом и думают, что Библия предупреждала человечество об этом давным-давно. Все это началось несколько недель назад. Дэвид и его команда наблюдают за белым медведем. Они пытаются выстрелить в него транквилизатором, чтобы успокоить, но вместо этого они разозлили медведя. Животное начинает преследовать их, но к счастью транквилизатор наконец действует и медведь засыпает. Когда команда подходит, чтобы рассмотреть, они шокированы обнаружив, что медведь ел тушу древнего мамонта, который появился после того, как большая часть льда растаяла. После того, как они забрали медведя обратно на свою исследовательскую станцию, Дэвид звонит своей дочери Эвелин и умоляет ее прийти посмотреть на его великое открытие. Однако Эвелин все еще злится на него, потому что Дэвид не присутствовал на похоронах ее недавно умершей матери и отказывается его видеть. Но она передумала, когда Дэвид предложил отдать ей все деньги, оставленные матерью, вместо ежемесячных выплат. Повесив трубку, Дэвид узнал, что медведь загадочным образом умер, поэтому он идет проверить его. Тем временем в колледже выбрали трех студентов для участия в исследованиях Дэвида, это Линк, Федерико и Атом, повезло, конечно, с именем. Два дня спустя пилоту Барту звонит Дэвид и просит его не привозить дочь в исследовательский центр и обещает отправить ей документы через него. После завершения разговора Дэвид смотрит на Мамонта в палатке, которую команда поставила поблизости. Затем к нему подошла Джейн и задается вопросом, просил ли Дэвид о помощи и отменил ли он студенческую поездку. Дэвид лжет, говоря, что помощь уже в пути и что ни один студент не придет. Затем Джейн упоминает, что вся команда чувствует себя больными, включая ее. Несколько часов спустя Джейн пытается отдохнуть в другой палатке, но очень расстраивается, когда слышит, как товарищ по команде стреляет в другого в знак милосердия. Внезапно она встает и понимает, что ей становится хуже. Вскоре студенты готовятся к путешествию, и когда Барт видит, что появляется Эвелин, он немедленно пытается остановить ее, но Эвелин игнорирует его и пробивается в вертолет. Когда они приближаются к Арктике, они с ужасом видят, как мало льда осталось. В конце концов, они добираются до исследовательского центра и обнаруживают, что рядом никого нет, электричество не работает, нет проточной воды и ужасный запах в комнате. Барт идет проверить генератор и резервуары для воды, только чтобы услышать выстрел вдалеке. Атом и Эвелин осматривают разные комнаты и заходят в особенно вонючую, в то время как Барт включает электричество, поэтому они пугаются гниющего тела медведя в лаборатории. Когда Барт присоединяется к ним, он хочет фотографию с медведем и кладет на него руку, но внезапно его что-то кусает. Потом Барт рассказывает Эвелина о выстреле. Тем временем Дэвид начинает записывать видео, пока его товарищ хоронит своего мертвого друга. В этот момент Джейн слышит радио и приходит в ужас, услышав голос Эвелин, подтверждающий, что она пришла со студентами. Джейн спешит предупредить Дэвида, который рассказывает Эвелин, что никто не должен покидать здание и обещает вскоре быть там. После того, как он повесит трубку, Джейн спрашивает его, что он сделал, но Дэвид клянется, что все в порядке. Не доверяя ему, Джейн решает застрелить Дэвида и оставшегося товарища по команде. Той ночью Эвелин и Атом не могут уснуть, потому что они слышат странный шум, но оказывается, что это просто Линк и Федерико. Их удовольствие внезапно прерывается бегущим рядом с жуком, из-за того, что у Федерико фобия он сразу же отпрыгивает от Линк. Затем он берет свою одежду и идет спать вместе с остальными, отказываясь оставаться в комнате с жуком. Прямо перед рассветом Эвелин просыпается, когда слышит шум и видит приближающийся к зданию автомобиль. Она будет остальных и когда Барт царапает руку, он замечает, что она кровоточит. Затем Эвелин выходит наружу и находит квадроцикл, но без водителя. Затем она проверяет вертолет и находит внутри Джейн без сознания, поэтому она кричит о помощи. Атом и Барт выбегают на улицу, но Федерико уходит в другую комнату, когда слышит, что Линк тоже кричала. Оказывается, Линк проснулась с множеством загадочных красных пятен на теле, похожих на укусы насекомых. Пока остальные приводят Джейн внутри, Эвелин пытается связаться с лагерем, но Дэвид все еще без сознания возле палатки. Атом и Барт укладывают Джейн в постель и замечают, что она горит. Эвелин находит камеру своего отца рядом с Джейн, но когда она смотрит в нее, обнаруживает, что там нет ленты. Они все согласны, что это чрезвычайная ситуация, им следует уйти, но когда они проверяют вертолет, они обнаруживают, что Джейн уничтожила панель управления вертолетом. Волнуясь, Барт на всякий случай достает свое оружие. Внезапно Линк кричит группе, что Джейн становится хуже, поэтому они бегут обратно и обнаруживают, что она рвет странной зеленой слизью. Она говорит группе не уходить, но прежде чем она успевает объяснить, она начинает задыхаться от слизи и умирает. Группа соглашается запечатать комнату. После этого Эвелин решает отправиться на поиски своего отца и Атом идет с ней. Тем временем Барт пытается починить вертолет и обнаруживает, что его рана становится больше и ужаснее. Спустя несколько мгновений Эвелин и Атом находят лагерь и внутри палатки они находят мамонта. На его теле рана и Эвелин замечает в нем связку яиц. Атом понимает, что яйца медленно тают и они оба пугаются, когда замечают, что яйца живые и движутся. Затем они ищут Дэвида, но находят мертвого товарища по команде за палаткой. Затем они видят могилу неподалеку и поскольку тело Дэвида нигде не найти, Эвелин предполагает, что ее отец мертв и похоронен. На исследовательской станции Федерико идет справить нужду и чувствует сильную боль. Затем он проверяет линк, которая не может перестать трястись и ее внезапно рвет. Тогда Федерико использует радио, чтобы попытаться обратиться к кому-нибудь за помощью. Вскоре остальные возвращаются и делятся плохими новостями, Эвелин пытается пойти в ванную, но обнаруживает, что линк с трудом справляет нужду. Обеспокоенная потенциальной инфекцией Эвелин входит в запечатанную комнату и осматривает тело Джейн, более внимательно обнаруживая по всему животу очень ужасные раны. Она уверена, что в ранах есть яйца как на мамонте, что быстро подтверждается при обнаружении жука, что выходит из глаза Джейн и снова прячется, когда замечает людей. Эвелин заключает, что жуки это паразиты, а внутри Джейн их должно быть куча, поэтому ее следует переместить в лабораторию. Группа укутывает Джейн кучей простыней и оставляет ее внутри лаборатории, где Эвелин использует возможность поближе рассмотреть медведя. Его рана также полна яиц. В этот момент приходит Федерико и сообщает, что через несколько часов прибудет вертолет, чтобы спасти их, но Эвелин думает, что им следует позвонить им еще раз и сказать, чтобы они не прилетали. Вместо этого им следует связаться со службой контроля заболеваний и позволить им самим решать, что делать. Эвелин считает, что их всех следует поместить на карантин. Ребята психуют и сразу не соглашаются, поэтому Эвелин выбегает из лаборатории и запирается в радиорубке. Однако прежде чем она сможет отменить запрос вертолета, Федерико врывается и стреляет в радио, чтобы уничтожить его, царапая Эвелин в процессе. Затем он объявляет, что он главный, пока не прибудет вертолет. В этот момент Линк подходит к ним и ее рвет на пол. Атом замечает, что субстанция того же цвета, как и у Джейна, это значит, что у Линк осталось мало времени. Группа отводит ее в кровать, и когда они проверяют ее живот, они находят такие же раны с яйцами внутри. Заперев комнату, они снова идут проверить медведя и в шоке, увидев как тело Джейн шевелится, когда жуки выходят из нее. Пока Атом запечатывает лабораторию и комнату Линк, Барт слишком беспокоится о своей травме и хочет остановить это прежде чем он достигнет того же, что и Джейн. Он бросается на кухню, чтобы схватить нож, которым он пытается удалить яйца. Однако он находит жука, а это означает, что он уже заразился. Хотя с остальным телом, похоже, все в порядке, поэтому лучшим решением было бы отрубить руку. Эвелин и Атому эта идея не нравится, но у них нет другого выбора, и они соглашаются помочь ему. Оставаясь наедине, Федерико проверяет его пах и обнаруживает, что он кровоточит. Несколько секунд спустя Атом вводит Барту успокоительное, чтобы помочь ему справиться с болью, и Эвелин перевязывает ткань выше локтя в качестве жгута. Когда Атом готовится рубить, Федерико выходит и говорит, что это неправильно, поэтому стреляет в потолок и то же время нож опускается. К сожалению, нож проходит только половину пути, поэтому Эвелин берет на себя управление и продолжает. Паразиты сразу же начинают выходить из руки, и Атом пытается обработать их спреем от насекомых, но ничего не помогает, поэтому он их поджигает. Тем временем Барт теряет сознание, а Эвелин изо всех сил пытается остановить кровотечение. Она помнит, что на квадроцикле была аптечка и бросается принести ее, затем Барта укладывают на диван, чтобы обработать его рану. Когда Эвелин открывает комплект, она в шоке, обнаружив записную книжку Дэвида с рисунками всевозможных насекомых. Читая записи, они узнают, что яйца представляют собой единственную угрозу, укус самца может не означать заражение. Они тоже являются позвоночными животными, а это значит, что они ближе к человеку, чем к жукам. Эвелин также находит кучу записей и говорит, что пойдет в лабораторию, чтобы забрать камеру. Ребята помогают ей хорошо прикрыть тело перед тем, как Эвелин входит в лабораторию и замечает, что рана медведя стала больше. Затем она приближается к телу Джейн и с отвращением обнаруживает, что остался только скелет. Пока она хватает камеру с простыни жуки, начинают выходить из медведя и преследовать ее, поэтому она немедленно бежит к двери. Федерико не хочет ее выпускать, но Атом быстро отбивается от него и открывает дверь. Как только Эвелин выйдет, Федерико хватает свое оружие, чтобы заставить ее раздеться, чтобы они могли убедиться, что она не заразилась. Эвелин снимает одежду и они видят паразита, пытающегося проникнуть в ее рану, но Атом хватает его и убивает вовремя. После этого Атом, Эвелин и Федерико готовятся смотреть записи. Паразит следует за ними в другую комнату, но они быстро убивают его. Задаваясь вопросом, откуда это взялось, они проверяют лабораторию и обнаруживают тысячи паразитов, покрывающих медведя, стены и пол. Внезапно Линк стучит в дверь, потому что ее тоже окружают паразиты, говоря, что они идут через вентиляционные отверстия. У Линк срыв из-за страха и боли, поэтому Атом бросается на помощь, чтобы найти другой успокоительный дротик. В этот момент Барт просыпается и приходит проведать их, но когда Эвелин смотрит на обрубок его руки, она в шоке, обнаружив, что он все еще инфицирован. Эти паразиты нападают на его девушку, и Федерико стреляет в Линк через дверь, а затем рассказывает остальным, что она попросила его об этом, потому что страдала. Они заглядывают внутрь и находят Линк живой и неподвижной с паразитами, использующими новую рану, чтобы проникнуть внутрь. Разъяренный Барт бьет Федерико кулаком, а затем хватает успокоительное и добровольно входит, зная, что времени у него тоже осталось мало. Эвелин, Атом и Федерико уходят, а Барт входит в комнату и вводит Линк инъекцию, чтобы она могла умереть. Затем он сидит сложа руки и ждет, пока паразиты заберут Иву. В гостиной Эвелин и Атом говорят Федерико, что им следует убедиться, что они чистые прежде чем уйти. Федерико паникует и выбегает на улицу, поэтому остальные пытаются его остановить. Когда Федерико угрожает застрелить их, его убивают первым, и он обнаруживает позади себя Дэвида с собственным оружием. Эвелин спешит к отцу и Дэвид говорит им, где найти бензин, чтобы они могли сжечь здание. После этого Атом и Эвелин начинают разливать бензин внутри здания, замечая, что паразиты теперь крадутся и по другим комнатам. Эвелин вдруг вспоминает, что ее отец сказал ей не приходить, то есть он знал, но все равно разрешил студентам прийти. Желая получить ответ, она спешит наконец посмотреть записи и с ужасом узнает, что ее отец имел в виду под жертвой. Дэвид думал, что паразиты идеальный способ заставить людей наконец испугаться изменения климата, поэтому он позволил паразиту проникнуть в его тело, будучи уверенным, что сможет его сдержать. В тот момент Дэвид обнаруживает, что Эвелин и Атом смотрят записи и просит вернуть их. Эвелин умоляет его не делать этого, но Дэвид забирает записи и покидает здание, говоря, что остров покинет только он. Вертолет приземляется неподалеку, и Дэвид идет ему навстречу, заперев здание. Пилот спрашивает, заразился ли он, и Дэвид говорит нет. Эвелин и Атом разбивают окно, чтобы сбежать. Атому удается схватиться за вертолет, сообщая пилоту, что Дэвид зараженный. Однако Дэвид говорит, что Атом заразился, и пилот не знает, кому верить. Вскоре Атом не может больше держаться и падает. Отчаянная Эвелин хватает оружия Федерико и начинает стрелять по вертолету, пока не попадает в пилота, в результате чего вертолет падает и врезается в здание. Эвелин бежит, когда здание взрывается и пламя убивает всех паразитов. Попрощавшись с Атомом, Эвелин забирает блокнот и прячется в вертолете Барта. На следующий день прибывают еще два вертолета, потому что они были обеспокоены потерей контакта с первым, и им удается спасти Эвелин, прежде чем она успевает замерзнуть насмерть. Некоторое время спустя история Эвелин стала вирусной и ее стали считать героем. Тем временем в сельской местности охотник зовет свою собаку, которая питалась мертвой птицей. Выяснилось, что у птицы тоже есть яйца и теперь собака отправляется домой к своему хозяину в большой город. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok